Дорогие телезрители, добрый вечер! Сегодня пятница, 26 ноября. В четвертой отборочной игре осенней серии против телезрителей играют Кавалер Ордена Сабы, художник Иеми Тривеллер. Обладатель Хрустальной Сабы, управляющий Фуад Мусаев. Обладатель Хрустальной Сабы, программист Анар Гулиев. Кавалер Ордена Сабы, юрист Руфат Абдулла. Управляющий Эльнур Амикишиев. Обладатель Хрустальной Сабы и титула лучший капитан клуба, управляющий Джалал Оруджев. Капитан команды. Внимание! Против команды Джалала Оруджева сегодня играют 14 телезрителей. Рустам Агаев в Баку, Светлана Жук-Минск, Мария Рыбачук-Брест, три телезрителя в секторе Блиц, Ирина Гуляева-Химке, Мамед Али Гулиев в Баку, Андрей Жвакин-Киров, Игорь Крючков-Одесса, Марина Торгунова-Тюбинген, Людмила Никольская-Киев, Висмонтас-Букаускас-Вильнюс, Исаадат Сеидова-Баку. Телезрители против команды Джалала Оруджева. Как и всегда играем до 6 очков. Счет у нас пока 0-0. И мы начинаем первый раунд. Господин Оруджев, добрый вечер. Добрый вечер, господин Ильич. Для того, чтобы сместить с первой строки рейтинга команду Тайра Мусаева, вам, Джалал, достаточно победить сегодня со счетом 6-5. Но хочу напомнить, что сегодня вы не сможете воспользоваться помощью клуба, и вы сегодня рискуете четырьмя кредитами. Джалал, я желаю вам и вашей команде удачи. Но, скажу вам честно, у меня создалось впечатление, Брест, что госпожа Митривелли вместе со мной и Анаром Гулиевым заставили вас все-таки рискнуть. Да, господин Оруджев? Если я не хочу, меня никто ничего не заставит. Против вас в первом раунде играет специалист по кадрам Мария Рыбачук. Господин Оруджев, внимание, черный ящик. На картине «Обед с устрицами» живописец Жан-Франсуа де Труа изобразил общество аристократов, которые в богато украшенном особняке лакомятся морскими деликатесами. Господин Оруджев, однако взгляд некоторых персонажей устремлен вверх, а не на стол с устрицами. В черном ящике находится такой же предмет, что привлек внимание некоторых персонажей картины. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Люди, может некоторые персонажи это животные? Нет, зачем? Часы, часы, пока 12. Кукушка, буква Ры. А, да, да. То есть месяцев, которые... А, календарь. Календарь это буквы, да? Ры, да, буквы Ры. Ну, в итальянском по-другому. Часы может быть там. Часы или календарь? Календарь, русы, там буквы. Должна быть Ры. Почему некоторых тогда? Чтобы летом не кушать. Почему некоторые? А можно летом не кушать? Нет, может в кругу. Да, рыбу, например, тоже не... Летом не едят. В итальянском есть такая тоже вариант. Там буква П, по-моему. Зеркало. А что еще можно? Люстра. Что наверху может быть? Наверху часы, люстра. Какой-нибудь предмет. Залетела птица, например. Это предмет. В 18 веке. Примерно 18 век это будет. Небольшой, а небольшой ящик. Небольшой. Свеча какая-нибудь. Ну, канделябры. Может они хотели увидеть, что там... Свеча горела, а не видят. Зеркало. Что-то... Может они играют во что-то там, зеркало. Кто отвечает, господин Оруджев? Господин ведущий, отвечу я. Что у нас в черном ящике, Джалал? Часы. А почему вы так решили? Обоснуйте. По-моему, время действия картины во время поста, и люди ждут наступления определенного часа, чтобы разговариваться. Внимание, правильный ответ. Нет. Чтобы наступить в убийстве. Господин Оруджев. Да. Богатые люди на картине ели устриц, как вдруг их внимание отвлекла. Откроем черный ящик. Пробка от шампанского. Вылетевшая из бутылки. Шампанское традиционно подают к морепродуктам. В том числе и к устрицам. Посмотрите на экран. Господин Гулиев и нам, телезрителям, показали. Пробка от шампанского. 1-0 в пользу команды телезрителей. Мария Рыбачук из Бреста заработала 100 манатов от Капиталбанка и принесла команде телезрителей первое очко в сегодняшней игре. Интересы телезрителей в играх клуба защищает Гюнель Фарзалиева, представительница Капиталбанка. Гюнель Ханум, добрый вечер. Добрый вечер, господин Гюнель. Гюнель Ханум, первую пятницу следующего года мы узнаем имя нового гроссмейстера нашего клуба. Среди тех, кто сегодня за столом, есть претенденты на звание гроссмейстера? Как вы считаете? Есть, почему же нет. Команда довольно-таки хорошая, сильная. Ну, наверное, будет больше еще зависеть от их игры в сезоне. Хорошо, тогда спрошу. Больше одного претендента за столом? Как вы считаете? Не знаю, нет, один. Один всего. А кто вы не скажете, да? Нет, давайте Анар Казиев порассуждает. Ну, давайте порассуждаем с господином Казиевым. Наша старейшина в этой серии защищает интересы знатоков. Господин Казиев. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Что вы скажете нам с господином Казиевым Фарзалиевой? Есть явные, как бы, кандидаты на орден гроссмейстера. Кандидаты. Не кандидаты, а кандидаты. То есть, в отличие от Юнель Ханом, вы считаете, что несколько человек, да, несколько знатоков претендуют на звание гроссмейстера? Конечно. Кто ваши претенденты, Анан? Давайте не раскрывать секреты, давайте дойдем до финала, а там уже увидим. Второй раунд. Уважаемые телезрители, несмотря на то, что команда Джалала Уруджева пропустила сезон 2020 года, в ее активе столько же было побед к началу осенней серии, сколько и у команд Таира Мусаева и Мамеда Ализаде в этом пятилетии. Джалал, еще одна победа, и у вас была бы лучшая стартовая позиция в борьбе за выход в финал пятилетия. Вы не жалеете, что отказались заменить Ию и Анара и принять участие в прошлом сезоне? Нет. Я всегда пытаюсь по возможности играть со своей командой. Давайте посмотрим на игровой стол. У нас получается по стрелке. Во втором раунде против команды Джалала Уруджева будет играть металлург Андрей Жвакин из Кирова. Госпожа Митривель. Да, господин ведущий. В 1966 году два советских иллюзиониста, Вероника Малиновская и Константин Зайцев придумали ставшую популярной сценку. В этой сценке ученик так доводил учительницу, что та стреляла в него из пистолета. Ученик в ужасе закрывался от выстрела большой табличкой, из-за которой тут же появлялся уже седым и бородатым стариком. Внимание, вопрос. Что было на табличке до выстрела и что получалось после? Время. Может быть он становился Менделеевым или Толстым? Когда стреляешь, точка появляется. В каком-то черноме, если точку добавить? В каком-то черноме, если точку добавить? В букву Е, например. Е, Е. Старел он. И постарел из-за этого? Значение менялось. Короткое слово, какое-то относительно короткое слово, чтобы точками изменилось. Старик, время, стенсия, лес, 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 страх. Это может быть репулитория, то есть ЙО, Е, ЙО. А где еще? Английский латинский лапавит, это И. Может, это формула? Эти латинские цифры. Персонаж какой-то? Цифры? Римские цифры. Окей, римские цифры. Нет, не то. Таблица для проверки зрения. Нет. Е, ЙО. Посидевшим. Почему? Толстой. Кто здесь такой? Менделеев. Ну, Менделеев, Курчатов. Итак, тишина за столом. Господин Руджев, кто отвечает на этот вопрос? Если несложно, повторите вопрос, пожалуйста, для И. Митривелли. Госпожа Митривелли, в 1966 году два советских иллюзиониста, Вероника Малиновская и Константин Зайцев, придумали ставшую популярной сценку. В этой сценке ученик так доводил учительницу, что та стреляла в него из пистолета. Ученик в ужасе закрывался от выстрела большой табличкой, из-за которой тут же появлялся уже седым и бородатым стариком. Что было на табличке до выстрела и что получилось после? Что было на табличке до выстрела и что получилось после? Ну, по-видимому, то отверстие, которое сделала пуля, оно должно было видоизменить то, что было на табличке. Ну, у меня тут какой-то внятной версии, но, допустим, там была солнечная система изображена, и когда выстрел пришелся на планету Марс, то оказалось, что там из-за таблищи выглянул уже Карл Маркс. Внимание, правильный ответ. Почему, сказали, 66-й год, спрашивал Фуад Мусаев. Ну, у меня создалось такое впечатление, что Фуада команда не услышала. Номер был придуман в 1966 году, поэтому в начале на табличке было написано 1966, а после выстрела ученик превращался в старичка, а 1966 переворачивалась, и получалось 1999 год. Темой объяснялась превращение ученика в старика. Он оказывался в 1999 году и старел на 33 года. 2-0 в пользу команды телезрителей. Давайте посмотрим на фотографию. Вот и табличка. 2-0. Андрей Жвакин из Кирова зарабатывает 200 монатов от Капитал Банка. Дорогие телезрители, присылайте ваши интересные вопросы на адрес АС-1000, абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sual.gmtv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Капитал Банка. Третий раунд. Джалал, скажите, вы господина Гулиева пересадили ближе к Иемитревеле или подальше от себя? То есть это очень важно, на самом деле. Ближе к Иемитревеле, чтобы она его перевоспитывала. Блиц! А у вас этого сделать не получилось, да, Джалал? Я уже опустил руки. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Для того, чтобы одержать... Анар недоволен вашим ответом, Джалал. Для того, чтобы одержать победу в раунде, знатокам нужно ответить на три вопроса подряд. Джалал, готовы? Да. Итак, писатель Джон Лекаре говорил, что люди двух профессий собирают и интерпретируют информацию об обществе, в котором они живут. Одна профессия – это шпионы. Телезритель Айас Керимов из Мюнхена интересуется. О какой еще профессии, так говорил Джон Лекаре. Время! Страховка! Страховка! Может эти сценаристы... Самые писатели интерпретируют? Сами писатели. Синаристы, писатели, сценаристы... Ну вот страховка – вариант, да, то есть они просчитывают? Страховка нет, да, не страховка. Интерпретируют. И ты сам он нашел. В политике нет. Писатель не интерпретирует. А юмористы? Юмористы? Итак, абсолютная тишина. Тишина. Кто отвечает, Джалал? Я думаю, что журналисты. Журналисты вы считаете? Внимание, правильный ответ. Собирают и интерпретируют информацию о своем обществе не только шпионы, но и писатели господин Оруджев. Джон Лекаре известен как автор шпионских романов. 3-0 в пользу команды телезрителей. Увы, господин Оруджев просто не выбрал. 3-0 бывает. А я с Керимов из Мюнхена заработал 300 монатов от Капиталбанка. Господин Ализаде, добрый вечер. Добрый вечер. Вы уступили сегодняшнюю игру команде Джалала Оруджева. Не жалеете момент? Шпионы. Начинаю жалеть. Ваша команда обсуждает вопросы? Да, обсуждаем. А какой у вас на данный момент счет получается? Мы проигрываем. Но это лучше, чем у команды Оруджева, да? Джалал, у нас по традиции после третьего раунда музыкальная пауза. И сегодня у нас в гостях Тофик Гаджи. Встречайте. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Тorzok Счет 5-0 в пользу команды телезрителей, и мы начинаем шестой раунд. Да, господин Кази. У нас же есть правило, что нельзя менять правила в течение сезона. У нас есть такое правило? Ну, по-моему, на собственность. Я об этом правиле узнал только сейчас, господин Кази. От вас. Кто же пишет такие интересные правила, Анар? Покажите так, чтобы мы понимали. Нет, вообще любое правило, конечно, по начале сезона. По стрелке Вильнюс. Да, господин хранитель традиции. Программист Висмантос Букаускас против команды Джалла Лороджева. Я вас слушаю. Господин ведущий, ну, правила мы, как говорится, во время игры не меняемся. Все правила пишутся в начале сезона. Ну, во-первых, я уверен, что не будет того случая, который вы сказали. Ну, вы не меняйте, я меняю. Господин хранитель традиции. Нет, ну, есть традиции, да, господин ведущий? Мы всех даже приедем. Давайте о традициях позже поговорим. Хорошо, давайте. Давайте не будем мешать команде. Господин Абдулла, недавно у нас в городе прошли сразу две книжные ярмарки. Вы их посещали? Одну посетил. Внимание, черный ящик. В Вильнюсе с прошлого века проходит ежегодная книжная ярмарка. На ярмарке местные и зарубежные издательства представляют свои книги. В специальных залах можно послушать музыкальные записи. Есть места для презентаций, деловых встреч. Также работают ресторан и кофейня. В черном ящике находится продукция компании, которая всегда участвует в ярмарке, но не имеет никакого отношения ни к издательству книг, ни к организации и обслуживанию самого мероприятия. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Деньги. Полки делают, например. Что-то с ягодом. Закладки делают, закладки, полки, ручки, с печатной машинкой. Там много помещений, где музыка, кофейни, там чем-то расплачиваться надо. Средитные карточки. Билеты какие-то, пакеты целлофановые. Это еда, питье, одоназвые. Там все, там ничего необычного, он ничего не писал. Какие-нибудь IT-стартапы оттуда. Нет, нет, это целый век он проводил. Или это Амазон. Это в Вильнюсе. Вильнюсе что-нибудь, я не знаю, там, кошельки. Что с книгами еще? Принимают печат. Еда не может быть, не знаю, какая-нибудь. Может, на Мертика, гардероб, они сдают вещи на Мертика. Какая компания может услуги оказывать на книжный гармоник? Глядь, очки, очки. А, кстати, хорошая версия. Почему? Потому что читать очки. А, проявляет глаза. А, оптика вообще. А зачем вся эта музыка и так далее? Итак, тишина, кто отвечает? Анар Гулиев. Господин ведущий. Ну, как бы вот что-то близкое к книгам, но при этом совсем не книги. Вроде самый такой вариант у нас, что это оптические очки. То есть, ну, компания, которая занимается их продажей, соответственно, тестированием для оптики и так далее. Очки вы считаете? Ну, многим людям это требуется. Да, для того, чтобы читать. Внимание, правильный ответ. Чья версия была наушники? Господин Оруджев, вот я услышал только что, кто-то говорит наушники. Куат. Куат Мусаев. Почему вы во время минуты не говорили наушники, господин? Ну, что начало века наушники в Вильнюсе целый век. Нет, я сказал еще с прошлого века. То есть, 2000 год – это тоже прошлый век. А ярмарка проходит с 1999 года. Давайте заглянем в черный ящик. Не буду тянуть. Чего там тянуть? Очки в черном ящике! Браво, господин Гулиев! Часто у людей, которые много читают, портится зрение. Ну что, спас команду господин Гулиев от вылета из клуба. Но, Анар, я верю, что в вашей команде по силам сегодня победить. Пока 5-1 в пользу команды телезрителей. Седьмой раунд. Герой прошлого раунда – Анар Гулиев. Анар, буквально за несколько секунд до истечения времени придумал ответ. Анар, ну, как это у вас получилось? Расскажите. Как вдруг пришла такая мысль в голову? Мне просто перебираешь, что еще нужно для того, чтобы читать. Баку. Анар сам же задал этот вопрос, что нужно для того, чтобы читать. И сразу же сказал очки. Вот команда Анару не помогала. Врач Мамедали Гулиев против команды Джалала Руджева. Внимание, ложка! Госпожа Митривель. Да, господин ведущий. По мнению активистов одной британской организации, чайная ложка может помочь девушкам из семей эмигрантов. Таких девушек нередко без их согласия выдают замуж на исторической родине. И они никак не могут этому противостоять. Внимание, вопрос. Тишина. Как же ложка может спасти девушек от подобных нежелательных браков? Время. Господин ведущий, до срочного ответа. Ресчете 5.1. Они эту чайную ложку могут взять с собой и, проходя в аэропорту через металл-детектор, он зазвенит, и девушку могут увезти в другую комнату для более детального осмотра. И там они могут попросить помощи о том, что их хотят замуж насильно выжить. 5-2. Плюс одна дополнительная минута на обсуждение. Господин Абдулла, откуда вы это знаете? Вы или в аэропорту работаете, или же пытались кого-то увезти? Нет, я... Из Лондона. Нет? Нет, я три раза был в Израиле, и знаю, что даже без чайной ложки. Что без чайной ложки? Вы хотели кого-то с собой вывезти из Израиля? Нет, проверяют очень серьезно. Ну, вы знали об этом факте, или вы догадались? Нет, я факт знал. Восьмой раунд. Все, догадали. Анар, Руфат, госпожа Митривеля, ваша очередь. Готовьтесь, господин Мусаев, Эльнур, и вы не расслабляйтесь. Ну, и на последний решающий вопрос ответит капитан команды, я уверен. Давайте посмотрим, что там у нас на игровом столе. Наверное, выпадет вопрос из Одессы. Хотя решает Болчок. Киев прямым попаданием против знатоков будет играть пенсионерка Людмила Никольская. Госпожа Митривеля. Да, господин ведущий. Это не поэзия и не литература. Это манящая рука, приоткрытая дверь, чисто протертое зеркало. Это путь к природе. Внимание, вопрос. О чем так писал? Лингвист Реджинальд Блайз. Время. Перевод, музыка, живописи. Это не поэзия, это не литература. Протерчатая. Хороший перевод, да? Перевод, музыка, живописи. Какая-то конкретная книга про животных, что там. Открытая дверь и чистая... Фотография? Путь к природе. Нет, лингвист. Почему лингвист? Лингвист. Что-то с языком сразу. Что-то, давайте, перевод. Может быть, это какая-то сказка, народная песня? Это не поэзия, и что? Это не поэзия, это не литература. Это открытая дверь. А, стихотворение какое-то конкретное. Нет, это не поэзия, не поэзия. Нет, и поэтому он говорит не поэзия, что это стихотворение на самом деле. Нет. Это что-то типа... Это какие-то народные сказки, да? Мимфрис. Пословие, типа поговорка. Сказки неплохо, неупрекрашенные. Сказки так, да, народные. Народное творчество. Бауа. Он лингвист. Это путь к природе. Лингвисты собираются к природе. Кстати, откуда он? Какие-то саги. Колыбельные. Колыбельные. Баллады, может, такое? Не-не-не-не. Чисто протертое зеркало. Колыбельные – это хорошо. Колыбельные – неплохо, да-да-да. Загадки. Итак, абсолютная тишина. Абсолютная тишина, господин Руджев. Мы хотим взять дополнительную минуту, если вы повторите вопрос. Джалал, это не поэзия и не литература. Это манящая рука. Приоткрытая дверь. Чисто протертое зеркало. Это путь к природе. О чем так писал лингвист Реджинальд Блайс. У вас, Джалал, минута. Почему это не поэзия и не литература? Почему звонящая рука? Да, призывают животных. А может, колыбельные раскачивают в сон? Да, колыбельные. Давайте колыбельные оставим. Хорошая версия. Почему не быть в природе? Ну, животных, что, рукой призывают, как-то зовут, кормить животных, типа джип-джип-джип, что-то такое. Может, какие-нибудь руны? Нет, это не так. Какой-то алфавит. На руны, насчет руны не будет. Может, религиозная книга какая-то? Религиозная книга, Библия, или сказка, а поэзия в природе, откуда мы китайцы, почему не колыбельные, бустрофидон, сказка, звуки природы, пение птиц, пение птиц, это и не поэзия, и не литература, что-то... Но это явно, что это литература, и даже поэтическая, поэтому, парадоксально, она это говорит. Или сказка, али колыбельные, детские, руны, муны, никто не будет договориться, детские стихи и частушки, я не знаю. Если нет, это не поэзия, какая-то поэзия, хорошо? Что о чем вы скажете? Он английский, да, он британский. Ну и что? Толкиновская. Да, нет, нет. Абсолютная тишина. Кто отвечает, господин Оружев? Кому повторить вопрос? Анар Гулиев. Итак, господин Гулиев, давайте порассуждаем. Да. Вот это не поэзия и не литература. Ну вот какие у вас мысли появляются, когда я об этом говорю? То, что это должен быть парадокс, а все-таки должно быть что-то литературное, может даже поэтическое. Итак, это манящая рука, приоткрытая дверь, чисто протертое зеркало. Это путь к природе. Господин Гулиев, ваш ответ, счет 5-2. Поэтическое и путь к природе. Это не поэзия и не литература. Это манящая рука. Приоткрытая дверь. Чисто протертое зеркало. Это путь к природе, господин Гулиев. Ваш ответ. Знаете, реально, я понимаю, что что-то не то ложится, но ничего лучше, чем колыбельное сейчас у нас нет, наверное. Крайней мере, с того, что прозвучало. Колыбельное вы считаете? Или? Внимание. Правильный ответ. Короткий достаточно вопрос, да? Это не поэзия и не литература. Это манящая рука. Приоткрытая дверь. Чисто протертое зеркало. Это путь к природе. Так лингвист Реджинальд Блейс сказал о Хокку. О Хокку. 6-2 в пользу команды телезрителей. 600 монатов от «Капиталбанка» зарабатывает Людмила Никольская, пенсионерка из Киева. 6-2 победа телезрителей в четвертой отборочной игре «Осенней серии». Вот имена победивших телезрителей. Мария Рыбачук. Вопрос о пробке от шампанского. Андрей Жвакин. Вопрос об иллюзионистах. Аяс Керимов. Вопрос о писателях. Рустама Гаев. Вопрос об Андрее Громыко. Ирина Гуляева. Вопрос о выборе платьев для побега. И победу шестой очков в копилку команды телезрителей принесла Людмила Никольская с вопросом о Хокку. Госпожа Фарзалиева, кто автор лучшего вопроса сегодняшней игры? Господин ведущий, я для этой игры, наверное, выберу последний вопрос, который принес победу телезрителям. Вам понравился вопрос о Хокку. Очень красивый и образный, я считаю. Как и, да, конечно, как и Хокку. Итак, Людмила Никольская. Получается, что... Талбанка 800 монатов. 600 монатов за победу в раунде, плюс 200 за лучший вопрос, да? Итого 800 монатов. Авторы лучших вопросов также награждаются экскурсией по историко-этнографическому заповеднику Гала от управления Ичари Шахер. Проиграв сегодня команда, Джалала Оруджева теряет 4 кредита и перемещается на третью позицию в рейтинге клуба. А лучшего знатока игры назовет наш старейший Анар Казиф Анар. Я вас слушаю. Давайте сначала спрошу у вас. Вам последний вопрос понравился? Очень красивый вопрос. И команда была, направление было. Они могли за две минуты найти ответ, но не нашли. А лучшим я назову Анара Кулиева за его просветление. Озарение, да? Озарение, да. Господин Гулиев, вам как лучшему знатоку сегодняшней игры достается малое собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Это утешительный приз от клуба, от нашего старейшего. Увы. Господин Ализаде. Да, господин ведущий. Вы ответили на последний вопрос? Да, в нашей команде была правильная версия. Ильфан Гумбатов. Господин Гумбатов. Господин Мусаев, Таир, а ваша команда обсуждала? Да, мы тоже придумали. А кто вас придумал? Заурагаев. Заурагаев. Очень красивый был вопрос. Анар Гулиев сделал два правильных шага в направлении к правильному ответу, но, к сожалению, сегодня у команды не складывалось обсуждение. Увы. Итак, ровно через неделю мы начнем игры зимней серии. И, согласно правилам сезона, в зимней серии игры не закреплены за командами. И в торгах будут принимать участие все команды. Поэтому я хочу дать слово Фариду Рзаеву. А сегодня я так во время игры заметил, что Фарида в зале нет. Есть Анвер, да? Анвер, добрый вечер. Анвер Мамедов. Добрый вечер. Ваша ставка. Один кредит, Супер Белитс и без помощи клуба, естественно. Господин Мусаев. Пастер. Господин Ализаде. Четыре кредита и Супер Белитс. Господин Оруджев. Гулять так гулять. Четыре кредита, Супер Белитс и без помощи клуба. Так. Господин Ализаде. Ну, вы понимаете, господин Гулиев прилетел через Атлантику. Госпожа Митревеля прилетела из Тебелисии. Я не могу лишить их. Хороший. Шанс взять реванш. Господин Оруджев, госпожа Митревеля, господин Гулиев, уважаемые знатоки. Хороший повод еще на неделю задержаться в Баку. Итак, ровно через неделю против команды телезрителей в первой отборочной игре будет играть команда Джалала Оруджева. Диалал, я очень надеюсь, что через неделю вы покажете другую игру. Командную игру. Да? Будем тренироваться. Тренируйтесь, господин Оруджев. Эта игра окончена. Спасибо всем за игру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok